Да, это очень непростой вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, пришлось мне, чайнику, в вопросах компьютеров, интернета, немножко разобраться во всех этих технических деталях. Я думаю, что выгодополучателями всей этой вакханалии под названием криптовалюты являются прежде всего те, кто были инициаторами проекта. Зри всегда в корень, смотри, кто начинал это дело. Некто Сатоши Накамото, легендарная фигура, мифологическая фигура. Никто не знает, никто его не видел. Скорее всего, это, конечно, группа людей, которые разрабатывали вот это программное обеспечение под биткоин. В данном случае мы говорим именно о биткоине, как наиболее раскрученной криптовалюте. Я думаю, что это вот группа людей, которые и являются выгодополучателями. Или, по крайней мере, это та группа людей, которые реализуют интересы конечных бенефициаров. Вот. Ну, некоторые мои такие изыскания, касающиеся биткоина, показывают, что вот эту валюту сопровождали американские спецслужбы, Центральное развительное управление, Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований. Вот. Не буду сейчас детали вам раскрывать. Мои публикации содержат эти детали. Вот. Ну, просто один только пример приведу, что где-то в 2012, а может быть, да, по-моему, в 2012 году была создана торговая площадка «Шелковый путь» Silk Road. Эта торговая площадка торговала наркотиками и многими другими запрещенными товарами и услугами. Кстати, вот в этом Даркнете, в том интернете, который недоступен большинству людей, там идет торговля чем угодно. Там даже продаются услуги по убийству людей. На всякий случай, чтобы люди понимали, что такое современный интернет. Так вот, компания Даркнет все-таки специализировалась не на убийстве людей, а на пролонгированном убийстве людей, то есть торговле наркотиками. Вот. Потребовалось два года для того, чтобы, грубо говоря, накрыть эту самую торговую площадку, которая, естественно, в качестве инструмента расчетов использовала биткоин. Участвовало в этой операции Федеральное бюро расследований. Специалисты мне говорят, что, в принципе, задачка была несложная. Можно было бы в два месяца решить эту задачку, но специально вот дали два года для того, чтобы ребята могли выйти на определенную орбиту. Когда они уже вышли на эту орбиту, после этого можно было уже сделать этот спектакль под названием, значит, раскрытие участников этого проекта «Шелковый путь». Я не буду сейчас говорить, кто там был и насколько их посадили. Вот. Так что сегодня биткоин на орбите. Сегодня, значит, биткоин торгуется на разных биржевых площадках. Ну и вот кроме тех, кого я назвал инициаторами проектов, есть еще другая категория. Это категория майнеры. Майнеры – это такой профессиональный сленг, который означает, что это люди, которые с помощью компьютеров делают новые криптовалютные деньги. Вот. Что-то наподобие эмиссии. Но эмиссией занимается не центральный банк, не коммерческий банк. А вот любой человек может сесть за компьютер. Правда, сегодня обычный персональный компьютер уже не годится, потому что там такие масштабы операций, что там нужна очень сверхмощная техника, которая, кстати, очень энергоемка. Но, тем не менее, этим занимаются. Так вот, хочу сказать, что есть много косвенных признаков того, что майнеров много, а хозяин один. Хозяин один, который, собственно говоря, дает заказы на изготовление этих криптовалют. Соответственно, значит, специалисты говорят, что если объединяться майнеры, скажем, даже не обязательно, чтобы на майнеров приходилось 50% имитированных монет, достаточно там иногда 20%. Ну, понимаете, все точно так же, как, скажем, история развития капитализма. Был когда-то свободный рынок. Потом, значит, началась конкурентная борьба. Потом, значит, конкурентная борьба привела к тому, что возникли картели. Ну, и так далее, и так далее. Ну, а потом, значит, если говорить про банковский мир, возникли центральные банки, а это фактически некая управляющая структура, которая организует весь этот банковский картель. Здесь примерно такой же алгоритм. Я так, чтобы было понятнее. Вот, так что думаю, что вот эти инициаторы проектов криптовалют и вот эти майнеры, которые на первый взгляд кажутся единичными фигурами, они являются вот главными бенефициарами. Кто может за этим стоять? Очень серьезный вопрос. В чем выгода? Не думаю, что выгода заключается только в том, чтобы, грубо говоря, кого-то ограбить. На сегодняшний день капитализация рынка не очень велика. Одна из версий, зачем все это надо. Для этого мне придется уйти в некоторый исторический экскурс и объяснить, в каком финансовом мире мы сегодня живем. Сегодня мы живем в условиях так называемой Ямайской валютно-финансовой системы. Ямайская валютно-финансовая система пришла на смену Бреттон-Вудской. Бреттон-Вудская была ликвидирована в 70-е годы прошлого века. Бреттон-Вудская система, куда ли, бедно ли, была привязана к золоту. Это был золото-долларовый стандарт. Ямайская валютная система – это чисто бумажно-долларовый стандарт. Правда, потом его немножко доработали и сделали нефть долларовым стандартом. Но, тем не менее, значит, произошло то, о чем мечтали еще средневековые алхимики. Они пытались из железа делать золото, а тут ребята и золото научились делать золото. У них появился печатный станок, который может без каких-либо ограничений печатать зеленую бумагу. Вы понимаете, что я говорю о печатном станке Федеральной резервной системы. Единственное но, единственное но. Надо постоянно поддерживать спрос на эту самую зеленую бумагу. И вот в этом смысле, смотрите, начал создаваться новый бумажно-долларовый стандарт и произошел энергетический кризис. Энергетический кризис привел к четырехкратному росту цен на черное золото. Буквально за несколько месяцев. А это что означает? Была дана команда снять все тормоза с контроля над ценами на рынок. А антимонопольные законы перестали работать для того, чтобы цены могли расти и создавать дополнительный спрос на зеленую бумагу. Потом начали расти пузыри финансовых рынков. Потом стали появляться какие-то интересные финансовые инструменты. Например, производные финансовые инструменты или деривативы. Нам говорят о том, что это вот новейшая мысль финансового инжиниринга. Но это для лохов, потому что еще даже в Древнем Риме были уже самые примитивные инструменты, которые назывались фьючерсы, опционы. Конечно, они по-другому назывались, но суть была именно в этом. Просто подоспел момент, когда все эти вот заготовки, они были пущены в работу. Соответственно, значит, рынки стали поглощать даже не миллиарды, а триллионы вот этой самой зеленой массы. Я, конечно, в переносном смысле говорю зеленая масса, потому что большая часть денег это безналичные деньги, которые вообще выступают в виде записей. Сначала это были записи на бумажном носителе, а сейчас это записи на магнитных носителях. Дальше волна приватизаций, это тоже. Кто, собственно, является бенефициаром приватизации? Те, у кого печатный станок. И так далее, и так далее. Я надеюсь, что зрители дальше сами продолжат мою мысль и посмотрят вокруг и поймут, в чем вот заключается вся эта вот самая схема. Вот, так что, возвращаясь к этому, я что хочу сказать, что сегодня, вот финансовый кризис 2007-2009 годов это показал, уже исчерпаны эти возможности. И уже и золотой тормоз давно снят с печатного станка, и уже все финансовые рынки надуты как пузыри, и приватизации прошли. Все, опять падает спрос на зеленую бумагу. И вот появляется, значит, криптовалюта. Да, пока некоторые говорят, ну это же микроб. Посмотрите, совокупная капитализация всех криптовалют там укладывается в капитализацию одной крупной компании на фондовом рынке. Ну, то же самое было в 70-е годы с производными финансовыми инструментами. Они были микробом, а из этого микроба вырастили слона. Это одна из версий, что сегодня микроб, а завтра будет слон. Другая версия заключается в том, что, безусловно, любая валюта, кроме той, которая пускается центральным банком, она подрывает денежную систему страны. Мы сейчас не будем говорить о минусах тех валют, которые имитируются центральными банками, но, тем не менее, это все равно лучше, чем, скажем, какие-то криптовалюты, которые имитируются, я не побоюсь этого слова, американскими спецслужбами. Это уже новый этап развития финансовой истории. Вот такая вот петрушка. Так что некоторые говорят, что это сознательная операция по подрыву сложившихся денежных систем. Я внимательно слежу, как разные страны относятся к криптовалютам. Но поначалу была нормальная такая привычная реакция, но пасаран. Не пройдет, не пройдет, не пропустим. Любая альтернативная валюта, корпоративные деньги выпускались там, местные деньги, локальные деньги, все уничтожалось на корню. Это интереснейшая история весь 20 век, это постоянная борьба денежных властей вот с такими самостийными деньгами. Они всегда пресекались в зародыше. Как говорят американцы, they were crushed in a bud. Они были уничтожены в зародыше. А тут зародыш-то нормально развивается, и никто его не уничтожает. Вот, и закрадывается такая версия, что, видимо, этот зародыш потом просто-напросто скушает официальную денежную систему. Вот, ну а это укладывается в концепцию управляемого глобального хаоса. Я дальше не буду расшифровывать. Есть и другие некоторые концепции, но, безусловно, что самая сомнительная концепция о том, что криптовалюты, это, наконец, освобождение человечества от банковского рабства. Но это рассчитано совсем на таких отмороженных лохов. Я даже не буду комментировать эту версию. Продолжение следует...